Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни и удовольствие. И сегодня следующий урок из цикла видео Мотивация в фитнесе и здоровом питании. Сегодня мы с вами поговорим о влиянии изменений в питании, физической активности на другие сферы вашей жизни. То есть посмотрим вот так вот вокруг себя, что же, какие изменения повлечет за собой, то, что вы сейчас начнете заниматься своей фигурой, красивой, прекрасной, начнете заниматься своим питанием и формировать свой здоровый образ жизни. Итак, поехали! Этот урок, так же как и предыдущий, очень практический, поэтому давайте сразу приступим к домашнему заданию. Тоже я рекомендую выполнять домашнее задание письменно в ваших замечательных блокнотах или в телефоне, в каких-то, может быть, можно гугл документах сделать удобным для вас способом. Итак, представьте, что ваша цель достигнута. Я думаю, что вы уже прекрасно представляете этот момент, если сделали домашнее задание из прошлого урока. Каким позитивным изменением в вашей жизни привело то, что вы достигли вашей цели? И очень классный вопрос тоже, который вы можете задавать себе каждый день. Если я буду делать это действие или эти действия каждый день, то что тогда будет через год? Вы понимаете, что сила кумулятивных действий, она просто огромна, и через год будут просто огромные изменения, даже если сейчас вы не совсем их видите. Главное потихоньку делать. Итак, каким же позитивным изменением в вашей жизни приведет то, что вы начнете двигаться к вашей цели? Обозначьте для себя все важные для вас сферы жизни. Это питание, здоровье, допустим, физическая активность, фигуры, красота, работа, карьера. Это могут быть разные вещи, да, то есть работа и построение именно карьеры, продвижение по карьерной лестнице. Уверенность в себе, различные отношения, социум. Здесь я прямо выделила отдельные отношения, которые очень часто выделяют отдельно мои клиенты. Это отношения с мужчинами. Для мужчин, соответственно, отношения с женщинами, с противоположным полом, отношения с родственниками. Если для вас важны какие-то родственники отдельно, вы можете сделать прямо колонку отдельно. Отношения с мамой, отношения с папой, отношения с сестрой и так далее, с бабушкой. отношения с друзьями здесь тоже самое можно все разграничить даже выделить нескольких человек которые для вас наиболее значимы отношения на работе в коллективе отношения в семье с мужем с детьми и так далее хобби путешествия и здесь другие важные для вас сферы жизни ну которые действительно есть у вас и в рамках этого задания я предлагаю вам написать что у вас происходит в этих сферах сейчас то есть по питанию ну несколько критериев напишите до 8 7 вот так питание 1234 здоровье 1234 что с физической активностью 1234 делаю это делаю это делаю это делаю это делаю это не делаю вот это и вот это да то же самое отношение на работе все самое важное прямо критериально напишите и подумайте что будет с этими сферами какие положительные изменения произойдут по каждому из пунктов которые вы написали через шесть месяцев можете взять три месяца даже что будет с питанием вот вы начали худеть да что у вас будет с питанием что будет со здоровьем что будет с физической активностью какие изменения будут в сфере вашей фигуры красоты работы уверенности в себе отношений с мужчинами и так далее пройдитесь по всем 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 важным сферам их кстати может быть намного намного больше это задание она достаточно длительная и важно выделить время для того чтобы хорошо поработать и укрепить таким образом свою долгосрочную мотивацию и далее возьмите еще более длительный период допустим один год если вы будете делать эти действия и далее и удерживать результат и что тогда будет в течение одного года у вас в питании здоровье физической активности и вы можете вот так вот эту табличку да где-то вести для себя и сравнивать что сейчас и какие изменения достаточно такие уже глобальные да уже через шесть месяцев даже через три уже будут глобальные то есть это те изменения в которые складываются шаги каждого дня для вас это будет очень классно это будет очень наглядно это будет очень таким вот мотивирующим фактором можно в таблицах excel где-то делать google документов можно какие-то такие вот mind до карты сделать тоже у меня некоторые клиенты делают им нравится и очень очень говорят что вдохновляет иногда тоже думаю а вот если я буду делать вот это там ходить спортивный зал четыре раза в неделю на протяжении года то что будет через год тогда с моим здоровьем а если допустим подумать вообще что через лет пять будет вот и очень классно мотивирует по правде вот для того чтобы ежедневно делать такие действия которые уже стали бытовыми простыми чтобы не пропускать тренировки да и всегда приходить на тренировку в отличном настроении потому что ты прекрасно знаешь что ты делаешь фундамент для того чтобы у тебя была активная там зрелый возраст активное долголетие чтобы все прекрасно было со здоровьем чтобы потом не бегать по врачам но такая мотивация от но для меня она допустим работает не знаю как для вас да для меня это очень важный фактор что в зрелом возрасте в пожилом возрасте я не буду сидеть в больнице грубо говоря да и в очередях грустить и не знать что мне делать там с какими-то моими проблемами по здоровью которые возникли в результате того что я вела неподвижный образ жизни того что я передала сладкого того что не следила за своей фигурой и вот как раз более глобальные изменения моя жизнь через 20 лет прибавьте к вашему возрасту 20 лет посмотрите какой это будет день можете прямо вот этот вот день представить по той же самой схеме какую я вам предлагала в предыдущем уроке вот эти вот вот вопросы мой день через 20 лет сделайте упражнение как будто прошло 20 лет что изменилось и вот опишите свой день до через 20 лет свой самый-самый самый обычный будничный день посмотрите как то что вы достигли ваши сегодняшние цели повлияло на важные для вас сферы жизни через 20 лет и может быть кстати здесь через 20 лет появятся какие-то еще и другие важные для вас сферы жизни может быть вы будете коллекционировать что-то и ваше питание здоровье оно тоже на это повлияет то есть все таки да вы до этого момента дожили и вы начали вот коллекционировать не знаю клюшки для гольфа и вообще стали гольфом увлекаться в 75 лет ну вот подумайте какие классные действительно глобальные изменения у вас могут произойти в жизни с вами была мария сафина нутрициолог специалист по здоровому питанию увидимся с вами в следующих видео пока пока желаю вам прекрасного дня и железобетонной мотивации для достижения ваших замечательных вдохновляющих целей